МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Дмитрий Азаров встретился с подростками из организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это ребята, которые в 2023 году отличились особыми успехами в творчестве, спорте, обучении под руководством своих наставников. Глава региона поздравил их с наступающими праздниками и вручил новогодние подарки. Самарский театр граммы «Камерная сцена» отметил свое 30-летие. Театр был основан в 1993 году режиссером Софьей Рубиной, которая сейчас является его художественным руководителем. В рамках национального проекта «Культура» в театре появилась новая световая, звуковая аппаратура, а также обновили зрительный зал. За 30 сезонов состоялось 80 премьер. Для гостей, зрителей и коллег по театральному цеху юбиляра приготовили капустник. Подробности в программе события на телеканале «Самара ГИС». Жители и гостей Самары приглашают отметить новогодние праздники на льду. 2 и 4 января в Дворце спорта имени Владимира Высоцкого заработает бесплатный каток. Планируется провести три сеанса катания с 12 до 13-30, с 15-30 до 17 и с 19 до 20-30. Вход на каток свободный для всех желающих, однако организаторы рекомендуют заранее записаться. Группа «Автоваза» планирует представить три новые модели «Лада» к 2026 году, включая «Лада Аура» в 2024 году, «Лада Искра» в 2025 и новый кроссовер на платформе «Веста» в 2026 году. По данным Минпромторга, производственная программа «Автоваза» увеличится почти на четверть. Планируется выпустить не менее 500 тысяч автомобилей «Лада» в следующем году с запланированными инвестициями не менее 40 миллиардов рублей. У православных верующих продолжается рождественский пост. Он завершится 6 января. Далее верующих ждут Великий пост с 18 марта по 4 мая, Петров пост с 1 по 11 июля, Успенский пост с 14 по 27 августа. Аналитики выявили самые востребованные профессии в 2023 году. Это менеджеры по продажам. За этот год компании открыли более 17,5 тысяч вакансий. По сравнению с предыдущим годом спрос на продажников вырос на 51%. Также требовались чаще других продавцы, консультанты, кассиры, водители, бухгалтеры, операторы колл-центра, врачи, повара, инженер-конструкторы, курьеры, разнорабочие. Группа зарубежных ученых заявила о том, что им удалось выявить новые особенности в старении человеческих органов. Примерно у каждого пятого человека в возрасте более 50 лет один из органов стареется аномально высокой скоростью. Это повышает риск смерти в течение следующих 15 лет на 20-50%. Ученые выявили около 900 белков, специфичных для различных органов, и их уровни в крови могут точно указывать на биологический возраст органов. Это открытие позволяет выявлять риски заболеваний и старения на ранних стадиях, что может кардинально изменить подход к лечению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова